Девушки отдыхают 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 что на певно буду в прошлом году, когда ему было, когда он сказал, что все в порядке, просто у меня есть эти шмеры, этот аортик, который не открывается. И он уже как видит это на экране, он мне тогда сказал, что выглядит, что в него, что так как бы было только одну, как бы только две, но этот образ не такой чистый. Поэтому я, конечно, задал ему вопрос, когда, 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 но это было последние несколько лет, где я ездил на заводы и старался, где я готовился к заводам, где я тренировался и не имел никаких симптомов. Жадных, а не то жадных. Если бы я был какие-то симптомы, то бы я начал этот. Единственный симптом, который только после операции, что это было, это было то, что, когда, например, я с заводниками и делал душение, где моё предрамье было на карту и начинал сцискать мощно, и начинал чувствовать такое мровение, такое намнез, такое... Ведяем, что кровь не доплыла, и сила мне начала отплыть. И приписывал мне, что это мой век, 67, что, мистец, что, мистец, ты немного на ду, что молодец может начать тебя еще бить. И так себе это обманывал. И только когда я пришел на тренинг, я только с молодыми бежал. Там 20, 20, 20, 40-летка, то там уже нет. Так это выглядит. Так что только с молодыми целый час. Мои тренинги стоят на базе молодых. А-про-по, он тоже есть джудоком. Били мы себя в партере. Мiałem его в прекрасную позицию, чтобы его закончить. И начал чувствовать, что мне силы просто отходят. Начинают мне браковать воздух. Прерваем walkу. Могу не могу закончить тебя, sorry. Могу, но... Могу, но... Могу, но... Могу, но... Могу, но... Силой, на этой магии. Могу, но... Силой, ли я тебе без работы. Тренинги не было делать на базе. Могу, но... Силой в розклату. Могу, но... Могу, но... Доскорчили до меня и ствердили, что мой пульс не работает. И они начали делать CPR на отдыхание. Сделали 2-3 сеты, где я начинаю лапать воздух. И этот парень, который мне это делал, один из этих игр, Igor, двух Игоров, один делал дмухи в воздухе, другой делал пресе на клатке. Он работает как ратник на Бондай Бич. През 16 лет говорил, что он делал CPR на манекинах. И тут наглядно оказалось, что я дала ему возможность сделать это на меня. Так что, ребята мне урадовали жизнь. И приехал в поготове, я уже был на ногах, сидаем на носе. Поехали мы до шпитала. В шпитале они еще раз проверили, что они сказали, что, но ты должен был иметь операцию сердца. И я еще один момент, когда я уже ждал на поготове. Моя жена приехала, конечно. Поведомили ее. И первое слово, которое она сказала, это сказали, что конец ММА. Конец ММА. Я смотрю на мой ММА. И я думаю, что я должен быть осуществить, что, что я делал ММА, сейчас живу. Я пытался, что я делал, как бы я делал, как бы я делал в доме. Ну, первое, я звонил на поготове. Он говорит, ну, браво, приехали бы и ствердили, что ты уже не живешь. Важно. Они не выпустили, я был на специальном монетре, на одном петре, только по этой петре могла себя порушать. Так, что они посмотрели меня. По неделю поехали на операцию, сделали мне операцию. Так, когда в шпитале были какие-то три дня на этой интенсивной терапии, за ним они установили целую давку на этот новый аорт. Так, потому что все там вскакало, потому что было что-то новое, и тело нужно это заадаптировать. После выхода из шпитала, первое, что я делал, то я поехал в джиму, там, в ММА, благодарить мужчинам. Ну, и, наконец-то, увидел ровер, встал на ровер и начинал педауровать, взяли себе два два килога, начинал немного помпироваться. Ну, я делал это вне инструкции моего хирурга, потому что хирург мне сказал, что... В общем, на самом начале они сказали, что по 6 недель я буду вернуться в моего спорт. Я сказал, что доброе, ты меня меняйте, но я держу вас за слово, что я могу вернуться, потому что это было главным тем. И он мне сказал, что я могу много бегать, а, ну, я говорю, что ходить не могу, потому что я могу, бедро, колана, не могу. Я говорю, что могу делать ровер? Он говорит, что ровер можно делать. То есть, я знаю, что ровер так это работает. Так что, начинал, когда я пошел из шпитала, начинал на этом роверке делать 5 минут, такие 2 килога. Ну, и ребята меня награли, пустили на фейсбук. Ну, конечно, как жена это увидела, что я там вывиваю, вывиваю этими 2-килогами, 2-килогамовыми. Он говорит, что я носил, говорю, сетки за тебя, потому что ты не можешь двигать. Я говорю, что у одного лекарства, я говорю, что только 5 килога. Он говорит, что хорошо, сделаю тебе 2-килогам, так, чтобы не было. В каждом разе я от этого часа начал делать это кадio, потому что это губната. Потом я поехал до шпитала, чтобы проверить, как эта реабилитация выглядит. Я пошел в целом, где только для сердцовцев, и увидел только роверки. То есть, вся эта реабилитация заключается на том, чтобы это делать. Поэтому я начал делать это сам в джиме. Я начал контролировать, у меня специальный программ в телефоне, где только прикладывал палец, и я знал, какой пульс, до какого пульса я подошел. Я до 100 минут, после 20 минут, я думаю, что все в порядке. И по 6-ти годинам я проведу с моим кардиологом, он сказал, что все в порядке. Я спросил, когда могу вернуться на мату, потому что я обещал. А он говорит, что так, чтобы мы были уверены, еще 2-ти годины. То есть, после двух месяцев я вернулся на мату. И сейчас я вижу эту разницу. Я уже начался с этими ребятами. Кристоф, а позволю, что тебе прерва, потому что мы уже были достаточно далеко в твоем поступлении. Но а-про-по этой ММА, ты борешься в ММА или трениешься? Нет, нет, нет. Я только тренирую с ними. Я только тренирую, они очень много техник от меня берут, потому что джиудо в ММА является очень важной партией. Джиудо, wrestling, джиу-джитсу. Так что я тренирую с хлопцами, которые практически боятся в ММА. И они на топе. И я с ними просто делаю спарринги. Так что не то, что они меня там леют, но они должны быть хорошо, чтобы меня просто не сломать. Но если они только не очень страшные, то они могут леют. И они не любят этого, потому что это для них амбаразм. Это большой амбаразм, что джиадок, 67, в силе... Прекрасно, леют, это значит поддавить. Но может нашим слушатцам выяснить, что это значит «клепать»? Да, что они этого стыдят. Да, есть два рода. Как кто-то душит или джида, то просто нужно «клепать». Но иногда... То значит, дай мне уже спокойно, так? Так, что поддайся. Но иногда в душениях идут до конца. Я как тренирую, я тоже учу заводников, что если кто-то делает ему джида, то не будь хиру, то если кто-то уехал, то не пробуй уехать. Отклепь, потому что в противном разе можешь иметь контузję и можешь быть out на пару месяцев, а на лета. Но если кто-то душит, то пробуй до конца. Потому что даже если строчишь пристомность, то за 15 секунд вернешься. По-посту дожишься отчетный тлен до мозга. Так что заводники на углу «клепят». Так что это называется. Что это называется? Что это называется? Что это называется? Ну и по этой операции? Что дальше? А, по этой операции начинал спарринг с молодыми спаррингами и начинал делать больше спаррингов, и чувствовал себя сильнее. Но это только после операции, потому что все записывали, что я уже 67 лет, что это уже конец. Это не конец, это начинка. А что ты делаешь за последние 12 лет? Какие заводы ты делаешь? Какие медали ты делаешь? Ну, это было в 2008 году. В 2009 году в США в США где привезли два титула в США в моей категории и в обоих категории. Потом я им мистерство света на Венграх. Привезли сребрное. Потом я в 2011 году в Франкфурте привезли золото. В 2011 году в 2012 году это был для меня дезаста. У меня уже купили билеты. У меня все заплатили. И Эвусия, кстати, у меня была операцией. И я все отвернула. А я был встеклый, потому что мой коллега там поехал. Он сказал им всем, что я просто не доходу. А мимо этого вставили меня на листы walk. Так что как показывали листы, которые пошли на весь мир, показывали, что Франкфурский прогрел, Франкфурский прогрел, Франкфурский прогрел. Я как это увидел, то я подумал, что я съем этот компьютер за встеклостью. А то так можно? Так можно так можно класть? То не класть. По-моему, по-моему... Если у тебя о тебе, то ты прогрел. Валковеры. То есть 10 пунктов. Там не было написано, только написано 10. То есть так, как бы ты прогрел через iPhone. 10. Наступный. И все, все, все. И приехали в последний. И это был 2012. Потом в 2013 поехал до Абудаби, где привезли с Фебро. Потом в 2014 это уже были мои последние заводы. И когда-то первое, первое, кодокану. Кодокан то есть home of judо. Это колектор jапоискего judо. в 2013 и в 2014 два раза выиграл там турнии, а в 2014 поехал в первую очередь в Японию, сделал там золото и стампом просто полетелся до Хиспании, где были мистерства света. Ну и, конечно, у меня много перипетий с этим, потому что я целый час был мою историю с бедром. Моя история с бедром была такая, что я уже 16 лет так лабировал. Заштрик, заштрик, заштрик и могла ехать, потом я снова злапа оку, потом я снова заштрик. В первом разе, в 2014 уже было все забуковано и начало меня страшно крючком болеть, но это так, что я просто ледве ходила. Я сейчас говорю, что я сейчас все отворюю, потому что я ледве ходил, а я сейчас я буду бить. И пошел я до лекарства, который мне делал операцию бедра, и он мне говорил, что, что происходит, что, когда бедро бедра есть вытарки, то бедро обсуга, и сейчас есть больше партия на этот, и поэтому боли. Он говорит, что вставил мне три газеты под стопы, и так, что это немного выровняло. Ну и пришедем до дома, вложил себе этот инсол, и так как бы мне рукой отъехал. По-посту просто стало мне болеть, то я уже был фокус, что могу ехать. И поехал на мистерство света до Бразилии, до Малаги, до Хиспании. И там была тоже история, потому что International Judo Федерации вставил мне Тиви Круз. Тиви Круз ходил за мной по целому. Обсервировали меня, мой тренинг, делали мне вывод, потому что хотели это сделать, как рекламу для ветеранов. Так что я весь час за собой был камер. И было это где-то в телевизии показано? Нет, 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 нет. До этого доедем. Почему не было показано? Ага. Потому что это было не в телевизии, это было на сайте для International Judo Федерации. И мою первую рюкту выиграл. Вторую рюкту я с Бразилийским. В тректе рюкту, как его рюкнули, как будто бы мне кто-то палил мне пилетку тенисового в плече. И сразу увидел это белое, чарное. Закрючило мне себя в голове. Выконаłem рюкту, достануłem технику ЮКО. И потом... Стануłem на внутреннем. Не знал, что с мной случилось. Сэндзя до меня подошел. Я говорю, что все в порядке? И он говорит, что все в порядке. Все в порядке. У меня все упадало. Адреналин был целый час. У меня еще раз была. Поэтому я продолжал борьбу. Выиграл эту борьбу через Ифон. Рюктуал в рюкту. В следующем борьбу... Уже я знаю, что это очень плохо. В следующем борьбу с Французом. Ледко выиграл. Но уже в полфинале Руссек не пропустил меня, потому что я знаю, что у меня есть контуры. Он не дал мне ухвата. И я победил. И я привезла только бронзовый медаль. Только? Да. А я извиняюсь, что я трогаю. Потому что мы говорим о джудо. То, как кто-то знает. Какие техники ваши любимые? Как вы любите? Как это выглядит на мате? Моя любимая техника было Yoko Tomenagi. Drop Solid Nagi. Yoko Otoshi. Тани Otoshi. Я не знаю, что это кому-то скажешь. Но да. Да. Но если бы ты могла, то люди нормальные будут слушать. Скажите, что это бедро? То есть... И... Так. В этот способ. И... 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 Немцы... Positionири освободили, что я там буду для них. Тогда им сказали, что это слишком差, потому что они должны это сделать Theresa REM. Но уже уже название в этой изборе появилось. Как я издоровал бронзовый medal, то не было «Australия», «только был джермальный». Стерманы! И потом, в Бразилии, в 2007 году, пришла Кроэша. И тоже меня спросили, что я могу бить для них. Но потом, что-то сложилось. Но сам факт, что они пришли и предложили, это тоже свидетельствует. Я был очень удивлен. Конечно, Кристос. А сейчас, как мы уже были в техниках, то какие техники в партере? В партере? Ну, в партере, ну, что? Ну, душение, тримание, движение. Важно, что, в злой ситуации, чтобы уметь из этого уехать. Учки важны, чтобы не дать себя взорвать. Такую, с Американином. Биłem с ним шесть разы. Шесть разы преграю через Иппо. И биłem с ним в Абудаби. И он уже знал, что я буду делать. Я робил эту Йоко Томенаги. А он почти двуметровый партер. Да, двуметровый. И он был подготовлен на это. Я пробовал это сделать. И он вскочил и слапал меня в тримание. Тримание есть 20 секунд. И он тримал меня. И уехал ему в 15 секунд. И преграем. Преграем. Преграем очень высоко. Он достоял за это технику. И уехал до конца какие-то 15 секунд. И в этих 15 секунд варстве рюцием его на Иппо. Так, что он никогда не выиграл. Он не могла выиграть. И никогда не выиграл. В подобной ситуации, поэтому я говорю, что надо всегда бороться до последних секунд. В Франкфурте биłem себя с Немцем. В полфинале. Не знаю, почему. Сэдзиала нам Немка. Которая практически, что в угле ему кар не давала. А балкнул очень брудно. Не чисто балкнул. Не достоял никаких кар. И выходит на то, что уже был конец walkи. И выходит на то, что будет догрывка. В догрывке есть дополнительные силы и так далее. И я практически, что-то, слапаем его в последних 8 секундах на мой ухвыт. И в последних секундах так, что я знаю, что надо бороться до конца. Это из моего эксперименса. Я помню, когда был Australian Masters. Тогда у меня были поважные проблемы с коланами. И не могла рвать с колан. Бо колан не могла сгинать. Бо мне очень больно. Такой был я усштыднен. И биłem себя. Цекала история. Биłem себя с заводником, которым тренировался двадцать пара лет в Новой Зеландии. Который был 80 кг. И нынгл. И нынгл. И нынгл. Это примерно 140 кг. И я с ним боюсь. И сейчас ситуация такая, что я не могу делать моей лучшей техники этой дропсоинаги. Бо те колана. Могу делать только нынгл. Ну, и... И попробовала мыть на таки угиеных ногах. И он меня сконтровал. И достоял Юко. И тогда спаниковаем, что начинаем прогревать. И тогда... Выпроводием его на центр. И... И выконаем на нем потяжный рзут на Юко Томенаги, где это великое тело так валнуло о тю мате. Так все задржало. Загурило себя. Праве же. Праве же загурило себя. И с ним тоже. Выграем через Юко Томенаги. Так что, этот рзут это моим таким рзутом очень эффектным. Потому что есть еще разница между заводниками. Есть еще разница, что кто-то может выполнять какую-то технику очень очень но только тогда, если партнер ему не опорует. То он его проводит, напроводит, тогда на него входит, подкреска его и этот рзут Он был очень спортсменом, он был запасником и очень известным в Польше каскадером. День добрый. Запасник из Стали Красник. Он был из Красника, добрый. Да, я не знаю. Да, я не знаю. А может сейчас, Пани Кристофе, потому что мы уже на широком океане, Мисшества мира и так далее, как это началось? Может, мы возвращаемся к Польской, до этого начала твоего спорта? Окей. Окей. Меня зовут Кристоф Ромковский. Я родился в Польше, в Краковой в 1953 году. Джудо начинал в 15 лет. Но, когда я пошел тренировать джудо, я был очень активный спортивно в школе основной. Я был мистером в четыре боя. Это был скок вдаль, скок взвыж. Бег на 60 метров и ржут пилочкой палантовой. В этом часе ржуцием на 60 метров. На олеглость 6 метров. Мисшества Кракова. Граем тоже в пилку рэчную в презентации Кракова. И, конечно, граем в пилку ножную, где пилку ножную увелбилем. Мой блог был очень близко боиска. А как только увидел через окно, что уже хлопцы, то уже, когда мама сказала, то я уже был на боиску. Так, что тыми спортами фасканировал. А в зиме, конечно, граем в айсхоккей. Ну, как же, то иначе. Можем 15 лет, когда я пошел на джуду, то я уже был физически очень хорошо подготовлен. И очень быстро я пошел до церковки ползких юниоров. В юниорах достоялся до репрезентации ползки. Зачем тогда тренировать с сеньорами. Очень быстро пришел мне час, что уже был миниором. Не отграем большей роли в ползком джудо. Только сейчас я знаю, почему. Я был очень хорошим на тренингах. Очень хорошим. И что меня забило? Забило меня то, что тренер, Чеслав Влакса, который был моим тренером. И коледы, как приходили какие-то заводы, то сразу говорили, что я могу выиграть. Было такое поведение на джудо, что турнир выиграть с пальцем в дупе. Так все говорило. И то было понятно, что это должно быть. И это, наверное, была большая вещь, которую они могли сделать. Это давало мне психическое общее. Не могла мне себе с этим порадить. Приходили турнии, и был очень спятый. И был так спятый, что они просто не верили в то, что так может быть. И только я это понимал, как выехал на Захуд. Там уже не было кого-то, кто мне сказал, что ты должен, ты должен, ты должен. Уверить только в себя. И тогда я открылся. И тогда я открылся. И тогда я открылся. И тогда я открылся. И так, что я не отграю. Я не отграю великой роли. Я ездил, мы много обоев, по заводам, по всей Европе. Но я не отграю великой роли в полном джиудо, чтобы быть там мистером Польских. Я всегда был там пониже. Немного ты имеешься в хорошем шлифе. Так, так, так. Так это можно... Я всегда повторяю себе, что это хорошо, что быть лучше, в коротко и в финиш, или быть хорошим и через целое жизнь. Так что я выбрал это второе, потому что сегодня я могу сказать, что я могу сказать, что я единственный заводник на свете, единственный, который брал участие в турнирах через 45 лет. Дам вам пример. Легень, Валдемар Легень. Он получил два титула мистера олимпийских. В Сеуле 78 килограмм в злоту и в Барселоне 86 в инной категории. Он закончил карьеру, когда был 30 лет. Так что он получил то, что он получил то, что он получил то, что человек может получить. И закончил. И закончил. И закончил. Я не получил таких, но я получил эту простую в попрек через 45 лет. Ну, извините, это не так просто. Неважно в каком возрасте, как мистерство света. Мистерство света. Мистерство света. Бронзовый. Медал в общем. То есть. Так. Мистерство света. Мистерство света. В трех разных федерациях. Мистерство света. Первая федерация была World Masters Games, которые были отбываны за 4 лет. Но не всегда господарь пикнул дзюдо. Жудо. То есть. В таком году мистерство света в Брисбе. И я там Злота В моей категории Это была интересная Пусть была Open категория А потом была Open Age категория Так что было 3 Я сдобылся 3 медали Злота и 2 сребрные То есть в тене Open Age категория То есть человек За всеми За молодыми и за старыми Так можно легко сказать В каждом разе И это только было раз На этом турнире Потому что потом Повстала В Канаде В 1999 И от этого часу Зачаły się Мистецтва света Ко року И то сталося очень популярным И то хулало През последние 10 лет До 2009 В 2009 В 2009 году Где Где International Агрида Федерации Зачаło Что это Что это Наоборот Это бизнес Что люди Приезжают из всего мира, потому что приезжало по 2000 победителей, просто, кратко говоря, выбрали это, этой World Association, и ствердили, что сейчас будут они это официровать. Это будет организован через International Judo Federation. И это было в 2009 году, я уже купил билеты до Будапешта, на Мистецтво света, когда оказалось, что кэнсюляция и заводы будут перенесены до Сиддельфинг через Judo Federation, но в этом году были организованы Мистецтво света в World Master Association, потому что там были еще тарки. Поэтому я поехал до Америки, много заводников из Сиддельфинг тоже приехало там, потому что была разница в часе, каждый miał час, так что много заводников приехало там. Там сдобиłem Мистецтво света в моей категории, и в Open категории. И другая есть, что все 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 выиграли все выиграли так что можно сделать. Так что можно сделать. Как бы перед часом, конец завода. Это так называемый нокаут. Иными словами нокаут. А в запасах и в запасах и в запасах 3 секунды. Я хочу спросить о чем-то я хочу спросить о чем-то. Как чувствует такой заводник, которого он скучит в поле и спадает на мате? Он потом легче не так Нет. Это не есть сомн, а по-затому как тренируют, как раз такие рюки выполняют это смешное, что каждый рюк с антизацией рэки. 每 раз. На заводах 99% рюков без антизации. Рюканы на плечи. Первое, это выглядит так, что если есть красивый, чистый рюк, если кто-то подходит на плечи, то первое, это видит множество звезд. И иногда индекс затыка, но на самом деле это очень приятно. Так я бы это назвал. Потому что рюкан. Может, немного список. Илья в сумме медали ты получаешь в целом жизни? 90, может 100, не знаю. Есть их немного много. Но я не участвовал в таких турнирах в Австралии. Каких Мастерс, какие-то стейт. Мне это не интересовало. Мне интересовались турнии, как ПАЦФИК, ПАЦФИК Рим, и Мистерство света. Это был мой гол. Но здесь, какого-то Мистера Стану, какая-то приятность. А для него, как бы мне балнулось, то так, это было бы для него. Душа фрайда. Но так я не виделел. Могу этих медалей еще начаскать, потому что сегодня за каждый день достается медаль. Давно в Польше были дипломы, пухары, пухары-флаконы, можно назвать. Такие... Главное, это дипломы. Могут мне тоже... Могут мне себе тапетовать стены. Когда ты живешь в Австралии? И после приездачи до Австралии началось это, в которых брали участие в ветеранах? Ну... Так. Приезжаями до Австралии, я был 40 лет. В 1993 году. Я был 40 лет. Но я был хорошим результатом в Новой Зеландии, где я был в турниях Пэк Рим. Это самый лучший турнир, где мы были Японцы, Кореянецы, Чицы, Американе. Я получил два бронзовые медали в моей категории и в Open категории, боясь там лучшего заводника в Австралии, Данил Гоуинг. Так. Так. Мам на розкладе Мам на розкладе Найлепших заводников в Австралии и в Новой Зеландии. З ним выграем и получил два бронзовые медали и на другой день тогда уже выехаłem до Австралии. По тем турниям, потому что это было 6 червя. Так. Так. Там в австралийском judо, в ново-зеландском judо я записался там очень высоко. Также на турнии Оси Аня получил бронзовый медали. Вы можете вспомнить, что у меня 40 лет я всегда по-настоящему 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 15-20 лет. Но тем более великим суперс, как вы получили медали. И как-то приезжал в австралии. Приехал в Австралии, то тоже начал бить в мастерствах Австралии, где мастерство, бронз, потом мастерства света, где я получил золото и два сребра. Практически начал ездить по всех турниях в Австралии, которые были организованы. Виктория Опен, Аделайд Опен. С каждого турния привозил медали. С каждого. Учил бить как говорится с мастерами 15-20 лет. Младшими. Часами был 10. Большой суперс. Бил в seniorах. Приехал в Австралии, то тоже начал бить в мастерствах Австралии, где я им сребрно, бронз. Потом мастерства света были, где я получил золото и два сребра. Практически начинал ездить по всех турниях в Австралии, которые были организованы. Виктория Опен, Аделайд Опен. С каждого турния привозил медали. С каждого. Ну, как говорится с заводниками от 15-20 лет младшими. В 2007... А, и от 1998 р. начинал в турниях ПАК... ПАН ПАЦФИК. ПАН ПАЦФИК, который был организован в Голдкосте. И там ездилем и там ездилем ко два лета. И там... до 2008 р. Забилем 13 злотых медали. И там один сребрный. Те турнии выграем. И в тех турниях младшими младшими намерения. То есть в одном турнии трех злотых медали. То была младшими 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 и в ТИМ. В ТИМе в ТИМе я имею в два турнии, где я получил два злоте медали, потому что в следующем турнии, где я получил три злоте медали, было Australian Masters, где я получил в моей категории, в Open категории и в ТИМ. Так что я получил три злоте медали. Радко это случается, но это случайный, но не безнадежный. Великий успех. Прискакуем в ТИМе спорт в Польше, потом вы приехали здесь, но спорт, о котором говоришь, требует целого тренинга. Как это было с твоими прервами? Например, в ТИМе тренирует два раза в день, не меньше, чтобы иметь эффективные успехи. Но, в Новой Зеландии и здесь, не было такой возможности. Не было такой возможности, чтобы тренировать два раза в день. В Польше, как соревнования, мы тренировали два раза в день. Мы были тренировали до поедния, по поеднию. Мы ездили на обозы два раза в год. Обозы летние 21 дни, зимовые 21 дни. Это было в программе. По таких обозах на обоузах на угол улапалося либо сила, либо кондиция. Завтра был какой-то план, потому что надо иметь уставленный план на целый рог. Их идут в плане. Здесь не только тренировки, и тренировки не имеют зеленого понятия, как на самом деле тренируют. Потому что я обсерваиваю в заводниках, которые подготовили до мистов света, ходя по всех клубах, делая только спарринги с заводниками, и считали, что это их подготовка. То есть, что этот факт не имеет зеленого понятия, как это должно выглядеть. Это должно быть подготовлено на целый рог. И в определенных окресах делаем либо силу, либо вытрималость, а перед самыми заводами делаем этот спид. Практически можно сделать наиболее, два-три тыгодни. Но учить себя техники то учитываемся в целом жизни. Так что не можно прикладывать спиду без прермы. Спид есть на самом конце. И это как амент в прачерзу. Не будем учить спиду на початку тренировки, где мы можем делать сила. Тут я так встретил, когда я ходил на тренировки, что перед заводами делали тренировки силовые в соботе, а в неделе мысли на заводы. А в понедельник делали спид. Ну, то без сенсу комплектного. Убили, что люди... Но в России не имеют результаты. Но я считаю, что лучшее, трудное. А я хочу задать такие вопросы менее источные, но важные. Такие заводы удачи в таких заводах очень стоят. Как вы получили спонсоры? О, тут могу сказать, что много счастья. Много счастья. Много счастья. У меня есть спонсоров, таких как Трифти через два лета. Мой клуб мне их спонсоровал. Ник Политис из Роустерс. Много счастья. Борус, Марк Борус из Роустерс. Поэтому каждый год мне по одной Cuando кто-либо какая-то меня удалось это было несколько Lots screens на на подруге. Никогда не брал из домового бомбината на это не мог позволить. На самом деле, что могла всегда иметь спонсоров. Я не знаю, что можно назвать лаки, будешь просто добры. Кто спонсорирует, то есть, кто спонсорирует, кто спонсорирует. Да, согласен, чтобы можно было выступить к кому-то о спонсорстве, то надо было бы что-то выказать. Первое, а то нужно вам это сказать. Как я приехал первый раз до Новой Зеландии, из края коммунистичного, и выходит, приезжаю на Захуд, пошел на тренинг, ну то я говорю, что пытаюсь меня, что хочу тренировать. Я говорю, ну так, ну то ты можешь джудоге. Я говорю, не могу. А он говорит, что нужно купить. И это уже был для меня шок, потому что в Польше сшел я до магазина, дала мне джудоге, или дала мне старую, а он мне дала мне новую. Приходили заводы, дали нам, джудоге, а тут я слышал, что я собираюсь купить. Я говорю, ну да, если так, то я собираюсь купить. шоккин, шоккин заличный. Я говорю, ну да, ну и по тренингу все плакат. Он вытянулся, я ему шокую, а он говорит, что надо заплатить. Я говорю, ну да, что за тренинг? То это уже что, то сколько мне надо Take să дать This money, чтобы тренировать чаще? Ну и, конечно, начался в турниях, начал мне там выигрывать, Ну и я спросил меня, если я хочу ехать на Мистерство Австралии, в Ново-Зеландии. Конечно. Но ты должен купить себе тикет. Я говорю, что? В следующем году я купил тикет. Прежде всего мне все платили. Ну и оказалось, что нужно было вставить руку в кесене и заплатить. Потом все убрания, дрессы, все нужно было платить. Ну, я как-то перелинулся. Ну, как нужно, то нужно. Ну и потом... В этом часе масовывал. У меня немного клиентов. У меня очень богатого клиента. Ну и просто спросил меня, если бы меня не хотел спонсоровать. Ну, он не знал меня в уголе. Только там я получил пару турниров, которые выиграл в Ново-Зеландии. Он говорит так. Ну и дал мне тогда 2000 долларов на это все. Ну и... Ну и... И что случилось? Ну и понятно, что это было... А, это были Мистерства Ново-Зеландии. Так, сейчас я помня. Это были Мистерства Ново-Зеландии. Сейчас так сейчас я забрала меня. Сейчас мне стало... Не можно сказать, что... Прямоensки я могу сказать. Ну, что такое, что... В каждом жизни я в одной категории — 95 кг. И до сегодня... В 100 кг в чем-то лет назад одна категория. потому что много заводников начинают в нижнем, чем старше, тем меньше, и так до гуры. Я целый час едем, но что-то мне действительно отвалило, что-то мне было в 86 лет. Ну, конечно, это связано с едением, поэтому я не ехал так, как я должен ехать, я ехал там разного рода зельска, так как вегетариан. Ну и, фактически, пришли заводы. На день перед этой наградом справился мою награду. Моя награду, до сегодня я помню, 85, 85. Зробиłem награду. Ну и сейчас пришел турнир. Первая walkа, преграна. Другая walkа, преграна. До дома. Последуем в опер. Первая walkа, преграна. До дома. Мой тренер думал, что свариует. Как я узнал о том, что я ищу в низшую категорию, был очень счастливый. Немного я тоже был счастливый. Но у меня молодых заводников, тогда уже примерно 37 или 8 лет. И они так до меня подошли, один из них, взважно Грег Смор, которым тренировал, он говорит, ну, Кристоф, ну, верь, я, верь, ну, верь, я, верь, я так, неча я себе только подъем, неча я себе только подъем. Ну и, верь, я уже начался ехать. И, нормально, я вернулся до этого. Первый турнир, который я имею, в первых секундах их развалаем. Но это уже была такая во мне агрессия и такая злость. За те слова, которые мне сказали, что я уже закончу, всех развалаем в них. И выиграли тогда целый турнир. И тогда уверили во мне, что это не так легко. Потом этот турнир, который я имею в пацифик грим, который получил два бронзовые медали. И стампом просто приехал здесь и начинал себя в Австралии в этих нормальных турнирах. Хотя еще один турнир ми снауем, потому что, приезжая в Австралии, был организован Ошеанья. А я еще был на паспорте новозеландском. И письмо написали, достоин письмо из Ново-Зеландии. Мне Австралия выставила письмо до Ново-Зеландии, что могу себя бить в барвах Австралии. И они согласились. И я помню, что пришли на Ваге, и не принесли с собой паспорта. И это уже был хачек, чтобы меня не допустить. Потому что, что я мог бы им там немного норозрабить. И тогда, я не успел на этот турнир. Не стартала я в этом турнире для Австралии. И в 1995 году, я ездил по всех этих турнирах, были мистерства света seniorов в Японии. И... достоинся до репрезентации. И выставили меня на резерве. И я был встеплен, потому что заводник, который поехал, я был с ним шесть раз. И шесть разы с ним выиграл на Японии. Но, потому что это был австралийский, они просто дали меня на резерве. И если бы ему что-то случилось, то я бы ехал в Японии, то я бы встретил поляков на стуле. То есть вы не узнали, что за австралийского? Нет, не то, что не узнали, но просто ствердили, что... Тренер такой тип дал. Да, такой тип тренера. Так на свете все происходит. Да, потому что сегодня тренер уже не решает, они решают пункты. Дише есть пункты, сдобыла себя пункты, и здесь много пунктов, едешь, а потом... Кумотерство так называемое. Кумотерство, но это тоже было свои добрые стороны, потому что было на пыль двух заводников. Очень добрые двые заводники. И сейчас, один был очень добрый на краевых, а другой был очень добрый на заграничных. Ну и то что? Вышли мы того, что выиграли на краевых, на заграничных? Нет, мы выберем того, который хорошо чувствует на заграничных. Ну и то так выглядит. А тут пункты бы отразу выелимировали того, что могли выиграть. Так что, так что, много таких, 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 тренеров, так что, так что, так что, так что, тренер, не надо сказать. А какие планы на прошлость? Когда будут следующие заводы? Или еще в этом году? Ну, запомнили. 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 Первое, когда я уже с этим бедром, бедро мне сделали. Потом, 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 в 2014 году, в Малагии, я взрослый взрослый взрослый. Я думал, что они будут делать операцию. Они сказали, что этот супер спаннотис, это ротатный каф, в Польску, потом, в школе, что он был взрослый. Он сказал, что, как сделали мне МРА, он сказал, что 20 лет, он уже взрослый, так что, как бы мы его взрослали, и сделали этот аттачмент, здесь, то это все сна, повернуло бы все. Так что, он сказал, что операции мне не будут делать. И я помню, что, как я МРА достоялся, то под шпиталом был, и начал очень плакать. Что я с этого взрослый? Нет, с распачи, с распачи, что я не буду тренировать. Я знаю, как выглядит операция, 6 дней так, а потом легко так, так что, полтора года не было, так что, я был взрослый взрослый, но как мне сказали, что операции не будет, то я как-то сошел до себя и начал тренировать. Зачем тренировать, очень много, интенсивно, очень много, очень много, потому что, которые были на ротатинге, на этих стажках, то они, научили меня, что они начнут от зера. Так что, сегодня, комплектный рух, не существует, но он не существует, но он не существует, он был взрослый 75% и другой был взрослый 75%. Так что, как я приехал из Мистерства, так что, когда я поднялся, так, то я не могла ее держать. То я не могла себе пить? Ну, это еще можно. А, извините. Две рецы, не забывайте. Я пью правую, так что, за ошибку. Ну, в каждом разе, в каждом разе, по тыгоднию, по тыгоднию, я поднялся. И вот здесь, очень много людей, которые обычно имеют проблемы с тем, с ротатингом, это даже популярная между нормальными людьми, не только между спортивцами. И, и, в частности, это такой, что люди подняли, что, это боль, и сейчас нет, и ничего не делал, и этот раз подняли, потому что тут есть боль. Наступный буль. Наступный буль. Наступный буль. Наступный буль. И просто с этим бюлем нужно делать. Все движения, которые выполняют, они на буль. Если этого не сделать, то рука высадает полностью. Ну то дякую тебе за эту радость, потому что я взорвалась сингом в правой руке и в левой ноге. Ну. Полтора года, полтора года, я сейчас работаю как Кэра. 11 лет уже. Я у меня дядьков 95, 90, даже 100 лет. И что с ними делать? Ну, в зависимости от того, в какой кодекции. Как бы реабилитация, правда? Так. Дзюйш Кэр мне не говорит, что я могу делать, только я делаю это из-за собственного испытания. Я знаю, что людям нужно. Я просто делаю ласку, ласку беру, ласку подносить, помогаю ему, накормить. Чтобы иметь... Хочу о рухомость. Хочу о рухомость. Главное, если говорить о ноги, месень, чвероглобы, он должен быть мощный, который делает кроки по шоке. Если он слабый, то все сиадит. В дальнейшем церкви, хотя бы не хочешь брать в заводах, но ты тренируешь молодым. Так. В Сидне и Юни, я уже тренирую там, я уже тренирую там, я уже тренирую 22 лет, и тоже учу в школе, Велбери колледж, где учу там 10 лет. Это первая школа в Австралии, где практически джудо является обязательным. То есть около 15 разных спортов, можно выбрать, какой захочет, но как уже выберет, то уже нужно делать спорт через целый терм. Там есть 4 термы, 2 термы зимовые и 2 термы летние. Как я термы летние, то тогда учу 5 раз в неделю, у меня есть 7, 8, 9, 10, и 11, 12. У меня есть юниори и сеньори, и у меня есть 3 раза в неделю, и у меня есть 3 раза в неделю. Так, что из этих заводников там на певно ничего не будет, но я это называю компьютер generation. Это люди, которые только при компьютерах как они приходят мне, они хотят делать джиудо, но они не понимают, что это джиудо. И только в тракте видят, что это не это прерывки, они не могут сделать превраты, они как сделать присед, они не могут встать. Так, что я им просто сказал так, слушайте, жаден из вас мистцем света не будет, но я вам дам вам очень хорошую физкул-education. И очень их там острот трактую. любят это. Любят это, потому что я это мотивирую их. Так, не так сильно их там хамерую, потому что хамерование может быть амбитным, чтобы это сделать, но амбитным, мы развивали. И я доволен этого мастера, профессора, который это держит, Стив Одонин. И он действительно верит, что джиудо это очень добрый спорт. И сейчас International Джиудо Федерация сделала джиудо в школе. И сейчас на целом свете джиудо в школах. И сейчас уже прошло в парламенте. Прошло в парламенте в Австралии. Только сейчас кто джиудо будет учить. Как они все это выражают, потому что я был на джиудо федерациях, где они попробовали как-то в школе. Один говорит, что пошел в школе и там хотелось им сделать джиудо. Пытался, в школе он говорит, 80. Я говорю, то как ты хочешь стампу выдумать какое-то заинтересование, чтобы этот человек сделал джиудо. В моей школе есть 1600 человек. 1600 человек. То есть, в чем выбрать. В любом случае это уже затвердено, посмотрим, как это будет работать. сейчас пандемия все это уничтожила. Еще одна вещь, что я сделал, моя школа выступила до пандемии о патронат, как первой школе в Австралии, но все закончилось через эту пандемию, так что не нет ответов. пандемии. Хочем продолжить пандемии, чтобы пандемии 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 в несколько спорт. Я працовала для rugby league за 13 лет как мазариста. Я працовала для австралийской пилки рэнчной спорта в мазариста. Так, так. И мягу мазариста и фитнес Без тренера. Робиłem с ними стрекчинги. Робиłem с ними реабилитации. Так, что я был очень заангажен в три спорта. Так, что тут огромные уклоны для Эвы, что Эва это всё сдержала. Часами она сгодила, а потом уже жаловала, что она сгодила, но уже было за поздно. В каждом разе еще раз душе уклоны для нее, потому что я выезжаю на месяц до Европы. Приезжаю в Т-гейм и выезжаю с презентацией женской на месяц до Европы. Все было перед Олимпиадой. Потом мы поехали на Олимпиаду. По Олимпиаде была Эстер Азия Гейм в Осака в Японии на три месяца. Позже были подготовлены для Мистерства света. Я ездила по целом свете с ними. Ну, прекрасный час, не могу сказать. Пятный час. Я ездила в спорте. Спорт мне дал окно на свет. Причем, как в Польше. В стране военном, никто не мог ехать. А мы ездили на эти турнии. Так, что спорт всегда был окном на свет. Я еще бы хотела бы тебе рекламировать, что ты просто массажистом, как ты сейчас говоришь. Может быть, кто-то из наших слушателей бы хотелось бы с тобой скотать? Я уже так не делаю, потому что пальцы мне высадят. По-просто мне болят. Могу сделать, но я не делаю это с плещем. Это просто все болезное. Каждая часть тела я оболала. Но я просто считаю, что боль это мой приятель. Так я всегда говорю для моих студентов. Трактуй боль как твоего лучшего приятеля. Если человек болит, то приятнее верьте, что живет. Ну, тоже так можно сказать. В этой ситуации видеть, что все это обкурчало. Я могу сделать сейчас шпагат, но с таким буром, что у вас справа не сдаетесь. Прежде всего это было спокойно. А сейчас, как я могу сделать это, это действительно великое буро. По-просто мейсень уже имеет другую структуру. Он уже не такой flexibel, как молодой мейсень. Я помню, как масовывал этих регбистов, как уложил руки до головы, как взлалил это такой коэк, где-то все такие твердые. Когда я поднялся на руку, а то такая галаретка, галаретка. Ооо, то человеку старшеешься. Но ты не поддаешься. А скотно? Нет таких возможностей. Нет таких возможностей. А у вас какая-то идея, которую вы бы хотели рассказать нашим слушателям? А-про-по спорт, а-про-по джудо? Ну, что на спотник не за поздно. Ну, если в течение всего о джудо, я обсервую это уже много, даже даже 20 лет, как выглядит это со стороны старших людей, которые приходят и хотят это делать. Но... Поехали, что это не за добре кончится. Потому что... И кости не забрали... А-н-но? Да, на это все было вытризаное – это за decade, на эту вытригу nurную, на эту оттороту, на эти стены. Когда кто-то начинает этот спорт, и спорит рухать – это не произошло. то это не работает. У меня много контузей. Я делаю это без прермы. И моё тело уже это заадаптировало. Даже когда я упадаю, я не знаю, когда я упадаю, я не знаю, когда я упадаю в пике, что мне свечки в оцах стоят, но потом начинает быть приемлемо, когда он начинает спадать. Я чувствую себя приемлемо, потому что он будет гораздо меньше. Но эти пиковые боли это не до снисения. Это зависит от того, как он ударился. Я помню, когда мы рвели на мат, был такой профессор, когда меня рвел, он всегда лежал на моих чтобрах, он сто килограмм. И за каждым разом меня упадал в этих чтобрах. Но так я упадал, что это просто начало быть приемлемо. Но я еще помню, как говоришь в выводах, что есть тогда такая адреса, что не чувствуешь боли. Не только то. Например, когда я ездил с пиулкой рэнчной и не был на маке месяц, то когда я вернулся, то попросил какого-лик заводника, чтобы меня просто рвел. Чтобы меня рвел. Паре разы, как-то как-то у меня, такая адреналина. Не знаю, но я в этом приемлемо, чтобы я рвел пару раз. Добре, конечно. Но потом были проблемы, потому что я не могу выпростоять локти. То есть проблем с амортизацией. Когда я помню, только как умерли, то как бы я делал дзвини, свечки в оцах, то неправдоподобный буль. Так как я уже начался рвел, то уже не делал так, только эту часть рвел. Амортизацию я нашел, чтобы замортизовать рвел. Так что это не было никакого проблема. В общем, контузи, контузи zawsze делали новые техники. Потому что, когда что-то делали, что-то болело, то старались это поминять, чтобы это не болело. И в этом моменте входит в другую технику и оказалось, что эта техника очень хорошая. Только поэтому я ее делаю, потому что мне там болело. И потом эта техника оказалась очень хорошей. Потому что новые техники появляются, когда есть контузи. И еще бы я мог бы сказать, как я организовала, в 1998 году, у меня есть студента японского, и он мне организовал такую японскую дзинникарку, очень знаную, из газеты японской, «10 миллионов», «шомби мюри», что-то такое. И она сделала со мной вывод. Я тогда у меня клуб на Улумулу. В этом артикуле было написано, что я учу детей, где дети в драке, алкоголь, проституция. Ну, это на Улумулу. Тория памятная. Тория оповиадала. Да. Тория. 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 Для первого лучшего заводника. Это поиска. все эти джудоги раздаем и запросием на это все японского консула консул был задоволен и они мне запропоновали ТВ-крус чтобы я ехал до Японии и о меня и в этом моменте начал ся как бы я ушел до какого-либо ласа не знал о чем это дело то есть у меня емэйли факсы, что Япония дает мне ТВ-крус все, что в Японии покрывают мне транспорт аккомедейшн чтобы только приехал на Крымч но до этого потребовала целый ТВ-крус то есть камера-мен и сан-мен то я начал ходить по кампану не знал о чем это е одна кампана мне сказала 100 000 долларов и можем ехать файне другая злазилем какого-либо индивидуального и говорит 25 и едем ну добре и в сумме в сумме злазилем менеджера потому что сам это так не за латвие с менеджером между менеджером мой помысл был чтобы дать чтобы дать джудо и рагби-лик так, чтобы поучить то как он услышал рагби-лик то он уже знал, что запалим его пана бока за ноги ну и начал договорить со всеми там но не получилось это не хорошо поэтому еще вкладывал на помысл чтобы задзвонить до СБС-у тогда еще жил Лес Марри ну сподобал ему помысл и прошу себе представить что я с ними корреспондовать и они выразили згод только только приедем на встречу и и я и я и идиотоменеджер и 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 в некотором моменте мой менеджер сказал, что я бы хотел, чтобы это было моё название. А Лес-Мария сказал, что твоё название есть, а я в этом моменте всё закончилось. И знаете, почему я сказал, что я был идиот? Да. И так закончилась моя карьера. У меня много бумаги из этого периода. И я не знал, что мой курс был. Я просто не знал, как это сделать. По этой твоей оповестии видно, что ты делаешь очень красивое жизнь. О, так. Не могу сказать, что... На самом деле, я езжал весь мир практически за даром. Если ты будешь сам где-то, то не должен быть никто, не должен быть книжка, твоя память. Вспомнения. А, что я еще хотел сказать, что... Я решила, чтобы все мои медали отдали до полского клуба в Пламкте. И выразили согласие. Дали мне габлоте. Дали мне габлоте. Дали мне габлоте. Там я отдаю медали, часть моих подзначе. Я дала еще крыж кавалерский сутк Балки. В этом пламкте был... Врэчал мне там... Амбасадор был. Полский, консулова была. Был мэр Парамати. Там еще пару мэров было. И... Я решила, что... Я две корки. Я боюсь, что мои медали могли бы вылезать в гараже или в какой-то покои, прикрытый коц. Лепее не будет на видочном месте. В этих габлотах презентует себя очень хорошо. Я еще хочу тебе присылать фотографии. Добрый поздно, это клуб спортивный. И именно поэтому... Это клуб спортивный. И поэтому я решила... Там еще много вещей... Два года назад, два года назад, от моего клуба из Sydney и Юни. За 45 лет биса на свете. Добрый оригинальный самурайский мяч. В награде. И там, с выписанием... Катана. Меч катана. Достоин. Была специальная колация. Зорганизована. Для меня. И так они это учили. Те моё 45 лет биса на свете. Дякую тебе за эту розмазу. И еще хочу поехать всем родителям. Чтобы не задали дети перед компьютерами. Чтобы дети не сидели годзинами перед компьютерами. Только чтобы посылали их на какие-то... Какой коллектив. Или компьютер уместить на втором петре. Но чтобы там вшел, то нужно идти по линии. Ну вот. И в этот способ... А почему бы на компьютере мобилизовался до какой-то работы? А перед компьютером чтобы стал премиум. И чтобы его влечить, то бы он мог бы поконять этого. Так же. Так же. Какое-то, чтобы влечить... Они... Они сомняты. Трагичные. 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 Отвираем так... Вью на эту... Нистерты. Настерты так... Подали всегда, что нам росли поколение файтлаков. Правда? Нистерты. Настерты. И поэтому... Наши джизодерсин пришло з той пропозиція. Чтобы было в обязательном джизодосколе. Но также должны быть соответствующие кадры для этого. Да, потому что спорты и борьбы, это немного другие спорты, чем каждый другой. Это мобилизация, это самозапартие, культура. Да, но в этом спорте практически активируем каждый один месец. В борьбе, в партере, в стойке. То есть активность. И, конечно, губка. Как выбрать, чтобы выиграть, чтобы ошибаться. Чтобы сделать фейк. Я сейчас делаю с молодыми студентами, которые студируют. Некоторые хотят быть очень хорошо, но видно, что есть много работы. Я говорю, что джудо – это long-term спорт. Это не спорт на год или два. Есть люди, которые думают, что три месяца. В общем, такие курсы тримесячные. Я делаю курс Кравмага. Я делаю инструктором Кравмага. Это израильский self-defense. Я делаю курс в 2005 году. Я приехал делать курс с австралийчиками. Итал Гилом. Он был Chief Executive for Self-Defense на Израиль. Это очень высокая позиция. И этот курс был через неделю 8 часов. 8 часов. 8 часов. Я был на этом курсе самый старший, а больше фит. Джудо мне там очень помогло. Там все сиадали, а я выполнил все, что они хотели. А он говорит, что такие недели – это ничего. В Израиле есть месячные и тримесячные. Но эти тримесячные – это только для молодых. Старшая человек не была бы в состоянии этого выдержать. Не была бы в состоянии этого выдержать. Это действительно тяжелые триминги. Но эти триминги дают тебе реалистичную ситуацию. Реальность. То есть такая walkа на живо. Да, это такая walkа. Это просто self-defense. Ты или я. Уживайте все, что можешь, чтобы ты только прожил. Угрызь. 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 Но сейчас очень много людей делают, много self-defense, они понимают, что они должны защититься. Только это не то, о чем ты говоришь, что это лета работы, то тогда это self-defense. А курс, месяц, это просто... Это ничего, потому что ты делаешь какие-то движения, но ты уже не думаешь об этом, инстинктов. Automатически. Ты делаешь это и даже не знаешь, что ты делаешь это. И ты думаешь, что ты делаешь это. Например, я уехал из таких трима. И он говорит, как ты делаешь это? Не помню. А я говорю, что я не могу тебе это определить. Я пошел за инстинктом. Мое тело там пошло. Я только сделал follow-up. Другая вещь, когда я учу их, когда кто-то лежит на тебе, я говорю, что ты должен научиться читать тело. То есть, как ты лежишь на мне, то я так чувствую. Ты можешь одну ногу, ты можешь другую ногу. Я не вижу. Ты можешь одну руку, ты можешь другую руку. Я уже знаю, как твоё тело есть на меня. Это читание. И я знаю, где я могу заатаковать. Атакует твой найслабший пункт. Те молодые атакуют сильнейшие. И никогда им не приходит. Атаковать найслабших. Засада в джудо есть, использовать оппонента силы и атаковать найслабший пункт. Так, как в запасах. Просто, как 150. То дякую тебе сердце. Я тоже. Пане Кристофе. Было очень мило. И очень милое. И очень милое. То, что говоришь. Ну, дякую тебе в имя наших слушателей. Буду смотреть этот фильм с тобой. Потому что ты очень рад. И я сказала, что о очень красивом жизни. И я надеюсь, что это не последний раз. Я думаю, что хаотично. Есть такая масса этого за 52 лет, что это не может сказать в каких-то хронологическом теме. Тебе нужно скакать, вычеркать, вспоминать себе, а сделаем то, а сделаем то. Я думаю, что я еще много интересных вещей не говорила, которые мне произошли в турнии. Например, контузи или что-то. О, я помню такую историю. Это были на мистерство света до Америки. Я тогда ехал, до Стану. И сделала мне такая большая циста на брюху. Очень больная. Три года до мистерства света. Я не могу тренировать. Ну, потому что не могу убрать жидови. Пошел до моего лекаря. Он мне дал антибиотик. Он говорит, что это должно быть. По неделю даже не пошло. Дали мне второй. По второму неделю, он говорит, что начало сходить. Я говорю, что нужно... Тыдень осталось. Тыдень осталось. Ну, мы берем. Остатний антибиотик зашилем на розгревке на мистерствах света. Остатний антибиотик. Убраем. Убраем джудога, я помню. И по розгревке чувствую такое тепло. Убраем. 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 Зуб Quando в больнице необх Достаю диагнозу от лекаря, что это, как это, и тогда начинаю сам укладывать программ, сам себя лечить, сам укладываю свои лекарства. Потому что, когда я ходил в физио, я достоин скерывание по операции, чтобы делать физио, в шпитале. Когда я пошел в шпитале, сделали за мной демонстрацию. Он приглашал всех студентов, сказал мне, кто я, что я был четвертым мистером мира, и, практически говоря, все, что там не могут делать, я делал. Так что они показывали студентам, как это должно быть. Так что, такие истории, как человек имеет сильную волю и самозапарство. И сильная воля. И вера, и вера. Так что я сейчас у меня сейчас боли, я даже моей жене не знаю, потому что это без смысла. Почему я не говорю, а говорила, а говорила. Ну, лучше меня заинтересовало то, как мне люди говорили, как я еще с этим бедром, я, ну, что я делал перед операцией, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Не мажь рации. Дяки тому, что я делал джиудо, 16 лет, и дяки тому, что я делал джиудо, на второй день после операции бедра пошлил джиуда учить джиуда до школы. На второй день. Я до операции подготовился. Я ходил до джима, я делал очень тяжелые треники, особенно на ноги. Так что в шпитале я уже начал ходить без ласки, уже начал танкать. Так что когда я вышел из шпитала то я пошел учить джиуда сразу. То же самое было и с сердцем. Не люблю себя расширять над собой. И слушательно, слушательно. Учмех должен быть на голове, даже когда болит. Аккуратно, когда болит, то там учмеху не будет. Но когда только пик приходит, то учмех тогда начинает. А этот пик пройдет. Этот пик есть невероятный, но я ждем на эту приемность, когда пик приходит, и этот пик поводит. Но пик это невероятный. Спасибо тебе за эту прекрасную историю, практически всю твою жизнь, потому что ты говоришь о детстве. И... Я не знаю, сколько вещей опустили. Потому что я сейчас не помню. Потому что это было столько, что... Но в целом двух часов не можно ответить 40 лет. Потому что это невероятный. Это невероятный. Это невероятный. Просто... можно было бы так сказать, что он все выписал и так из цели вкладывал до экрана. Но это было бы нечекающе. Правда? Да. Он должен быть спонтан. Спонтаничнее. Конечно. Он мне, наверное, полупил. Да, да. Потому что он не поменялся. Так? Да. Видишь? Добрый человек. Конечно. Движенты любят добрые люди. Движенты тоже прошли недавно. Пес немного сядут мне. И он мне так спонтанет. Он мне первый взгляд, чтобы... ...обцего тактего. Доброго человека. Движента чувствуют доброго человека. Ни обцего. Доброго человека. Звучит. Как злый человек уйти, как добрый человек прийдет к этому. Продолжение следует...